Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим про укоренение черенков винограда на воде. Вообще укоренение на воде это, наверное, самый распространенный способ проращивания черенков, любимый многими виноградарями, как начинающими, так и достаточно опытными. Но, тем не менее, несмотря на такое распространение, у этого способа есть, с моей точки зрения, определенные минусы, есть определенные особенности, и вот о них я хочу сегодня вам рассказать. Сначала поговорим немножко о самом укоренении. В нашем черенке есть определенный запас питательных веществ, которые расходуются на рост верхней части и рост корешков. И, заметьте, все, что стоит у меня в банке, оно вот такое огромное и зеленое. А вот это черенки, которые укоренялись в опилках. Смотрите, корешки есть, достаточно неплохие. А верхние части, ну вот здесь чуть больше пробуждается, здесь пока что чуть меньше, но я вам покажу вблизи, видно, что почечка это живая и здоровая. А здесь, что мы можем видеть, мы, конечно, тоже видим, здесь большой, там мощный черенок и большую верхнюю часть и большую нижнюю часть. В то же время мы можем с вами найти, вот, например, там большая верхняя часть, достаточно большая, а корешков нет, они будут, тоже покажу поближе, даже видно, вот, один маленький проклевывается. Ну, как видите, корешков здесь меньше. И когда у нас идет вот такое развитие, может в определенный момент сложиться ситуация, что у черенка просто не хватит питания. Вот этот зеленый побег все высосет, да, а на корешке просто уже ничего не останется. И иногда вот как раз-таки при укоренении на воде такое несоответствие наблюдается. Так что же с этим делать? Я вам сейчас покажу отрезочек на промежуточном этапе, и потом мы еще посмотрим, что у нас происходит сейчас. Как видите, корнями здесь и не пахнет, но зато пробудились достаточно сильно почки. Если у нас такая ситуация, почки пропутились достаточно сильно, корней еще нет, что мы будем делать? Здесь у нас два побега, и они вытягивают всю силу. Если бы у нас были корешки, в принципе, два побега можно оставлять. Но так как корешков нету, и даже намеков на них нету, то вот это вытянет всю силу из этого черенка. Поэтому мы вот этот средний удаляем. Все, просто взяли и выломали. Что делать с верхним? Он достаточно большой, но сейчас я покажу еще на другом примере. Вот смотрите, длинный красивый черенок, и побег здесь длинный тоже. При этом, опять же повторюсь, корней нет. Что делаем? Здесь мы прищипываем верхушку. Во-первых, гроздочки, вот уже видны, они нам не нужны. Мы их убираем. И верхушку, ну так, чтобы где-то, смотрите, это совсем маленький листик, а так вот раз, два, два, ну максимум три листика оставляем, верхушечку прищипываем. В таком случае роза тормозится, не будет так сильно расходоваться питательные вещества. И у черенка будет гораздо больше шансов укорениться. А здесь потом все пойдет в рост. Обращаю ваше внимание, в этом, как и в предыдущем случае, то есть пробудилась у нас только одна почка. Вот у нас немножко другой пример. Такой же черенок без корней. Две почки пробудились. Средняя и верхняя. И обратите внимание, я сейчас приближаю. Вот здесь у нас вот эта почечка запасная, и она тоже готова расти. Смотрите, вот эта запасная почечка. И с другой стороны, видите, тоже запасная почка. Вот это то, что я вам показывала. И вот здесь тоже, смотрите, основная почка проснулась. А вот в ее основании, видите, вот это вот, это запасная почка. В таком случае нам выламывать все становится еще гораздо проще. Вот эту среднюю мы выламываем. И вот эту верхнюю мы тоже смело можем выломать. Потому что у нас есть кому ее заменить. Все, взяли, аккуратненько выломали. Теперь у нас расход питательных веществ меньше. И шансов укорениться вот такого черенка будет гораздо больше. Единственное, важно, что если мы выламываем две почки, то только в случае, если у нас вот здесь, либо наверху есть запасные. Потом, если они также пойдут в рост, и это, и это окорнением будет, то тогда мы выломаем вот эту, а ставим только верхнюю. То есть вы поняли, что в таком случае нам просто надо эту самую верхнюю часть ограничивать. И смотрите, вот этот же черенок я показывала некоторое время назад. Вот видно, у него была прищипнута верхушечка. Опять же, чтобы вы не боялись, я только верхушку прищипела, когда он был маленький. И вот у нас пошел один пасынок, и пошел второй пасынок. Ну, видите, черенок мощный, черенок сильный, у него здесь замечательные корешки, но все равно, чтобы он нормально развивался, смотрите, у нас еще вот пасыночек пробуждается, и поэтому смело можно вот прям вот так убрать. сейчас мы ножничками это и сделаем. Здесь затормозим, у нас спокойно разовьются корешки, и все будет замечательно. Еще несколько примеров. Тоже смотрите, вот это у нас основной, и видно, прям две боковых почки проснулось. Еще и нижняя почка проснулась, и корешки идут. Конечно, тоже черенок мощный, хороший, но не надо его перегружать. Вот это мы убираем, и здесь вот этот большой мы тоже убираем. Вот эти две, можно две оставить, буквально чуть-чуть они подрастут, и мы более слабенькую берем, оставим только одну. И еще пример, видите, черенок несколько тоньше, эта почка просыпается, здесь достаточно большая, здесь просыпается и вторая почечка, и даже третья, а корешков пока нет. И так оставлять нам, конечно же, не стоит. Опять же, вот эту убираем, здесь поскольку запасная есть, она пробуждается, мы убираем большую. Если бы у нас вот этой запасной не было, то верх можно было бы оставить, но чуть-чуть прищипить точку роста. Не надо бояться ее прищипывать, потому что, смотрите, вот прищипнутая точка роста, опять же, раз, два, три пасынка у нас есть. Здесь, конечно, тоже у нас неплохие корешки, ну и вот такой я обрезаю. Вот так. Вот, смотрите, точка роста есть, расти есть куда, тем не менее, больше сил сейчас пойдет на корешки, а уже корешки потом будут кормить вершки. Еще хочу вам показать один момент, для тех, кто сомневается и считает, что, ну, подумаешь, верхняя часть растет, ничего страшного. Обратите внимание на листик, на то, как он окрашен. А окрашен он неравномерно, он бледный, и только прожилки темные. Это хлороз, это говорит о том, что питательных веществ уже растению не хватает. Поэтому нам надо вверх все-таки в росте ограничить, стимулировать рост низа, и тогда уже низ корешки будут кормить вот эти самые вершки. Потому что пока у нас корешков нету, и, в принципе, пока у нас все стоит в водичке, черенок кормится вот за счет того, что он на запасе. Если у него много запасов, ну, ему будет расти чуть легче. Если запасов не так много, то ему будет расти сложнее. Причем, видите, эти запасы истощаются. Лично мне, конечно, больше нравится проращивать во влажных, воздушных средах. Воду я не очень люблю. Но если вам нравится такой способ проращивания, то, пожалуйста, пользуйтесь им. Способ эффективный, способ рабочий. Единственное, когда у вас идут вот эти перекосы вверх-вниз, то немножко обратите на это внимание и помогите вашим черенкам все-таки рационально использовать те ресурсы, которые в них накоплены. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на другие полезные видео, ссылка на каталог наших сортов и награды. И мои контакты. До новых встреч!